В законодательном собрании прошли публичные слушания бюджета региона на 24-й и плановые периоды 25-го и 26-го годов. Депутаты также рассмотрели прогноз социально-экономического развития Верхнеболжья на ближайшие три года. О основных сайтах расходов расскажет Наталья Чекет. В публичных слушаниях приняли участие депутаты законодательного собрания, члены областного правительства, общественных организаций, эксперты и представители муниципальных образований для того, чтобы учесть интересы всех территорий. Бюджет на 2024 год сохраняет приоритеты социальной направленности. Мы делаем все возможное, чтобы и проиндексировать расходы, связанные со здравоохранением, с образованием. У нас даже, посмотрите, стипендиальный фонд увеличивается в следующем году в 2,5 раза. То есть стипендии для студентов колледжей вырастут в 2,5 раза. Многодетные семьи получат возможность приобрести автотранспорт. С основным докладом по проекту областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов выступила министр финансов Тверской области Марина Поттихова. Доходы областной казны в следующем году составят 111 миллиардов рублей, а расходы 115. Большая часть расходов сформирована в рамках государственных программ. В приоритете социальная сфера, туризм, дорожное строительство, культура и спорт. Большое внимание будет уделено отрасли здравоохранения. Заложены финансовые средства и на реализацию национального проекта здравоохранения, что предусматривает строительство лечебных учреждений. В первую очередь это детская областная больница, центральная районная больница в городе Бежицке и амбулатория в поселке Новозавидово. Новый бюджет охватывает меры обеспечения лекарственными препаратами как федеральных льготников, так и региональных льготников. На 2024 год в бюджете запланировано увеличение стипендий и льгот, а также зарплат бюджетников. Участие в публичных слушаниях принял депутат Государственной Думы Владимир Васильев. Дело делается, результаты есть, а хочется, чтобы было лучше. Но в целом, смотрите, как вы едете в таких тяжелейших условиях. А какой у вас потенциал в уроке? И я убежден, что у нас все получится. Прогноз социально-экономического развития на 2024-2026 годы представило Министерство экономического развития региона. Несмотря на все ограничения, экономика области демонстрирует устойчивый рост и позитивную динамику. Идет бурный рост промышленности. Практически в некоторых отраслях рост составил до 20-30%. О чем это говорит? То, что идет высокий рост не только промышленного производства, но и рост заработных плат. Потому что идет конкуренция за рабочую силу. Соответственно, у нас основные доходы — это налог на прибыль и НДФЛ. Два таких основополагающих бюджета, наполняющих налога. Активное участие в обсуждении проекта областного бюджета приняли руководители представительных органов муниципальных образований области. В частности, председатель Думы Сележаровского муниципального округа Артем Грац отметил, что в новом проекте бюджета не уменьшено финансирование, связанное с программой поддержки местных инициатив, что важно для муниципальных образований. Нововведение, которое на территории Сележаровского муниципального округа мы уже отработали, — это поддержка школьных инициатив. Я надеюсь, что эту работу мы будем продолжать. На площадке общественного совета Минфина мы обсуждали даже углубление этого направления. Все поступившие предложения и замечания во время публичных слушаний будут рассмотрены в профильных комитетах законодательного собрания.